Вы смотрите программу «Наши утро» на телеканале ОТВ. С вами Марина Гесс и Степан Арефьев. Я напоминаю, сегодня вторник, 6 июня. Просыпаемся, друзья, скоро на работу. А быть может просто у кого-то начинается день выходного дня. Так рано. Лето наконец-то наступило, ну или потихоньку наступает. Пора долгожданных отпусков и праздников. А вот 12 июня, я напоминаю, что мы отмечаем День России. И по этому случаю на Южном Урале пройдут соревнования бегунов. Ну а подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем, организатором «Ультрамарафона» Алексеем Потапушкиным. Доброе утро. Доброе утро, Алексей. Вот первый вопрос. Что такое «Ультрамарафон»? Я первый раз встречаю такое название. Что это? «Ультрамарафон» — это дистанция беговая, которая превышает 42 километра, то есть классический марафон. И сколько будет дистанция? Какова? 56 километров. Вау. 56. А где пройдет эта трасса? Ну, как уже сказали или еще не сказали, «Ультрамарафон» называется «Таганай-Тургаяк». Это значит, что он объединит в себе два таких красивых национальных парка и озеро Тургаяк. Начало будет в национальном парке «Таганай», а финиш дистанции уже непосредственно на берегу озера «Таганай». 56 километров. Живописная трасса, согласись. Нет, понимаешь, можно прогуляться и насладиться. Кто будет участвовать в забеге? 56 километров — это действительно очень большая дистанция. На самом деле мы рассчитываем, что придут не только бегуны-профессионалы, не только скайранеры, не только профессиональные трейранеры, но и туристы, которые раньше этот маршрут проходили с рюкзаками в течение двух-трех дней, а сейчас налегке при сопровождении волонтеров по размеченной трассе, промаркированной, смогут пройти ее. Ну, и уложиться, скажем так, в 12 часов. 12 часов? А вот как-то, так сказать, 12 часов какой-то лимит времени установлен, да? За сколько? Да, это лимит времени. Мы рассчитывали, что за 12 часов, за 13 часов до темна самый последний участник точно доберется. А, ну что, утром начали? Начало в 7 утра, да. И засветло, я думаю, финишируют все. Алексей, а вот какие-то возрастные ограничения есть? Потому что, мне кажется, желающих туристов сейчас появится очень много. Мне 90, можно я в боль? На самом деле, это все-таки тяжелое испытание, и мы допускаем только совершеннолетних. Ну, и есть тоже верхний предел, это 70 лет, то есть после 70 лет участников не можем допустить. А что нужно? Может быть, какое-то медицинское справка? Да, обязательно для таких соревнований нужен допуск врача, то есть о том, что человек допущен для участия в соревнованиях на дистанции ультрамарафона. То есть необходимо пройти обследование в физкультурном диспансере у участкового терапевта, либо где-нибудь еще в медицинском центре. Ну, врачи знают, какую справку вы даете? Врачи знают, какие обследования нужны. Это в первую очередь огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поэтому в первую очередь проводят анализ состояния сердца. А, Алексей, вот вы сказали, что будут на дистанции волонтеры, они будут стоять на трассе или они будут... Да, трасса сложная, трасса запутанная, это тропинки национального парка, поэтому, чтобы не заблудиться, будут стоять волонтеры, указывать направление. А медицинские пункты будут? Обязательно будут медицинские пункты. Есть такие, скажем так, опасные. То есть мы говорим о ультрамарафоне, как о неком экстремальном таком соревновании. Ну, то есть там, наверное, горы, да? Да, 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 будет подъем на горы, будет спуск с горы, и вот на спуске с горы на приютах будут стоять медицинские работники, которые могут оказать первую помощь, заморозить какое-то там, если растяжение, поставить обезболивающее. Да, обязательно. Каждые 7 километров будет установлен пункт питания, обязательно горячий чай, обязательно фрукты, обязательно сухофрукты. На таких горных ультрамарафонах очень популярны бутерброды с салом. То есть когда заканчиваются собственные силы, когда заканчивается топливо в организме, закинуть углеводов и жиров. То есть последние 20 километров очень хорошо заходит сало. А вот скажите, раз вы сказали, что будет фрукты, вода, медицина, участие оплатное или... Да, конечно, участие оплатное, есть небольшой износ, который покрывает как раз организационные расходы, да. Но каждый участник получит фирменную футболочку, фирменные медали финишера. Покажите медаль, вот вы принесли, покажите. Да, пожалуйста, вот такая вот красивая медаль, эксклюзивный дизайн для всех участников и для волонтеров, тех людей, которые помогают нам провести этот забег. Еще раз, Руси, пожалуйста, да. Вот такая вот красивейшая медаль, она украшение, да? Да, пожалуйста. Пожалуйста, Марина, смотри, какая красота. То есть, в первую очередь, это красивый пейзаж, это нескучный рельеф, это горы, это национальный парк, это Круглица, это метеостанция, на такое место, на которое туристы не часто заходят. Я была на Круглице, я была в горах, можно я ее оставлю себе? Я прошла этот марафон, да? Я прошла этот марафон уже давно. У вас еще есть возможность зарегистрироваться. Скажите, пожалуйста, самое интересное, сколько? Сколько? Ну, участие символическое, то есть, это 1700 рублей, то есть, это как раз, чтобы покрыть наши расходы. Ну, это еще нет, хватит, хватит. Весь день на природе? Весь день на природе вас накормят, отвезут. Подразумевается, что будет участие два дня, то есть, первый день это регистрация, размещение, это 10 июня. Вас накормят, утром посадят в автобус, отвезут в национальный парк, дождутся, опять же, накормят на финише, накормят на дистанции. Алексей, извините, да, перебиваю, вы сказали 13 часов на имит, если я не успел за 13 часов добежать, меня кто-то подберет? Обязательно, сразу же. Кто найдет? Кто меня найдет? Конечно, будут контрольные пункты, будут дежурить сотрудники МЧС. Отметки будут, да, грубо говоря? Да, будут отметки. После того, как финишировали участники, вслед за ними пойдет спасательный отряд, который будет проходить все контрольные пункты, следом за участниками, проверять, сверять списки, смотреть, то, где потерялся, ну, искать, если не дай бог что-то случится. Ну, это крайняя ситуация, надеюсь, этого не будет. Ну, что ж, Алексей, большое спасибо, я, правда, даже не знал никогда, что у нас тут. Спасибо, большое, большое вам спасибо. Я не знал, что он, дай, дай, микрофон ты закрываешь, я не слышно будет. Да, ну, что ж, радостно, что проходит такое классное, патриотичное, красивое мероприятие, это не может не радовать, тем более приуроченное Дню России. Да, спасибо вам большое, ну, а я напомню, что мы в студии беседовали с организатором ультрамарафона Алексеем Патрушкиным. Ну, а прямо сейчас мы передаем слово Нине Амалине, которая расскажет нам о том, что приготовили вам звезды.